Доброго времени суток, на связи Фримон, и сегодня специально для вас со своим сокомандником Шнайдером я собрался для того, чтобы сделать реакт на игру ПАВК. Добрый день. Итак, ребята, игра проходила в 21-м году, месяц был май, организаторы игры из зона 23 было жутко ужасно и интересно. Эта игра проходила максимально приближенно к правилам компьютерного ПАВКа, были организованы зоны, единственное отличие стояло в том, что зона сужалась не кольцеобразно в определенных местах карты, а конкретно были указаны игротехами конкретные здания, в которые необходимо было занять в момент сокращения зоны. Повествование сегодня идет от камеры Шнайдера, на тот момент у меня была не очень хорошая гигида. Весь контент практически с его камеры я отснял. Да, игра для нас началась не совсем удачно, в том плане, что мы, ну если честно и все игроки в начале игры не совсем понимали, что надо делать. Первые раунды там буквально нас выбили очень быстро, мы даже не смогли найти никакого оружия. В данном видео как бы съемка, ролик начался уже со второго раунда, где мы более-менее разобрались, что и как делать. Вот в таких ящиках, которые вы успели увидеть, находился лут. Собственно, в этом луте находились вот такие вот повязочки с разным обозначением. Что, пошли за стену? Там можно было идти автомат, гранаты и магазинных автоматов. Ну, также пистолеты были специальные, да, эти повязки для пистолетов, автоматов и гранат. Это все надо было надеть на соответствующий привод, соответственно, пистолет, привод или гранату, и ты имел возможность им пользоваться. Изначально ты мог, ну, только с ним бегать. Если у тебя не было данной повязки, соответственно, ты не имел возможности стрелять. Также, как вы увидите, на руку мы заколхозили при помощи синего скотча карты, что впоследствии очень помогло, поскольку правило объявлялось два домика, которые являлись зоной, так скажем, безопасности. Да, вот в данном случае как раз-таки уже эта сейв-зона объявлена. Я своим сокомандникам показываю, куда нам необходимо перемещаться, какое здание занять, чтобы спастись в этом раунде. Вот сейчас мы двигаемся к этому зданию. Оно уже, естественно, занято. Нам приходилось буквально с боями отбивать все. Там уже какая-то команда... Ну, кстати, игра происходила в командном ключе, то есть было 8 команд, не одиночек. Вот, мы начали стрельбу, уничтожаем членов команды соперника. По-моему, у Барса-то было, если я не ошибаюсь. Да, я уже как бы подробности не помню, но похоже на них. Игра проходила по логике правилам Минсима, то есть было ранение, можно было попробовать перевязаться. Да, поэтому я стрелял одиночкой, потому что привычка играть в страйкбол и стрелять с магазинами по 150 шаров. Если честно, в данном случае могла бы сыграть злую шутку с нами, со всеми. Я тоже вроде как поубивал команду соперников, прибежал помогать Фримену, и тут еще кто-то из-за здания меня также подстрелил. Ранен? Вот, да, меня посолили, но мы не совсем изначально вошли в эти правила, в понятие правил. То есть мы могли, будучи раненими, просто отползти за препятствия, но вот, к сожалению, мы об этом не подумали. Сейчас меня поразили второй раз. Да, я просто сидел и смотрел, вот, меня тоже второй раз поразили и убили. В данном случае... Да, первый раунд нам не очень зашел. Да, это был уже второй, но он тоже был не столь успешный, в отличие от дальнейших. Момент, да, когда наш сокомандник с гранатой, он устроил такой жесткий прорыв, это очень классно смотрелось. Да, вон там игроки команды соперников побежали. Да, вживую это выглядело прям вообще бомба, да и на видео, в общем. Это вот мой сокомандник забирает, ну, якобы у меня автомат, что было допустимо правилами игры. То есть у убитых можно было, соответственно, забирать лут. Ну, он в данном случае забрал мне, естественно, повязку. Второй раунд, к которому мы, собственно, подошли. В этот раз, по-моему, у нас удалось все это сделать уже более успешно. Да, да, тут вот мы сейчас сортанули, нашли какой-то лут, объявили сейф-зону. Мы сейчас вот по карте, я пытаюсь разобраться, куда нам следует двигаться, в каком направлении. Это вон тот. И мы начинаем продвигаться в сторону данного. Риман, подлите, это вон по диаконали, только идем отсюда, а потом там не зафига. Риман, я ходила на полигонии. Риман, Риман, сюда. Риман, да, это такой сложный полигон относительно. Вот это по диагонали. Там были лужи, накануне шел сильный дождь, и вроде вот здесь на видео кажется, что все трава, и все прекрасно, все красиво. Но в реальности это было похоже на болото. Там очень сложно было перемещаться. Кроме этого здесь здания, которые не так легко замерзутся. Да, да, да. Почти-то везде второй этаж, грубо говоря. Полуторный этаж. Также, насколько, к сожалению, видео этого момента нет, командам также решили пользоваться в собственном виде. Да, да. Ну, у нас команда была такая сборная, если можно так сказать. Мы не набрали со своей командой достаточное количество людей. И, естественно, неких специнструментов мы не привезли. Сейчас тут тоже какая-то команда пыталась забраться в здание. Но плюс этого здания в том, что оно разделено пополам и не стыкуются эти две половины друг с другом. Получается, да. Так получилось, что одна команда заняла одну половину здания, мы вошли в другую. И там достаточно интересные моменты происходили. В том плане, что мы знали, что они там, а они не знали, что мы на этой стороне, потому что мы делали все тихо. По поводу товарищей, как вам может показаться, что все немножко нелепые агенты. Это, собственно, да, отвораживает регрессов. Да, да, да. Тут уже мы постарались выглядеть максимально. Я не брал гранаты. Организаторы даже небольшой фотоконкурс устроили. И мое фото попало в группу. Число победителей, скажем так, этого конкурса. Они с той стороны, да. Вы можете посмотреть, за сколько же там есть. Может, осторожно доставить. Да, да, да. Тоненькая бетонная плита, окно. Плюс это все надо делать с приводом. Я первый лезу. Мне как бы некому помочь, можно сказать. Дальше уже. Но как бы адреналин, который в этой игре происходил, как бы помогал, можно сказать, лазить. Потому что в классической строкбольной игре я по зданиям, на этом полигоне, по зданиям практически не лазью. Это здание, наверное, не было. Я придумал залезать в это здание. Да, да. Все члены нашей команды пока живы. Мы вот занимаем это спасительное здание. Ну да, конечно, с пивом приходилось чаще таскать. А, сейчас стреляйте с него. Ну да, да. Вот это как бы создает свою такую атмосферу, что больше лазишь, ищешь, бегаешь. Нет, нет, я не знаю. Стреляйте с учетом, что, во-первых, не все нашли лут автоматный. Вот именно конкретно в данном раунде автоматный лут был только у меня и у Фримана. У ребят наших не было, а у них вторички не было. То есть они вообще, получается, не могли ничем пользоваться. Ну да, да, да. Вот сейчас сейв-зону объявили другую. Соответственно, другое здание. Уже мы переждали время сужения. Сейчас наша задача переместиться в это уже другое здание. Там давалось, по-моему, 10-15 минут, чтобы занять необходимое здание. Да, сейчас снова... Да, снова выход с этого, ну, достаточно опасного. Там мы побежали здание, в принципе. Да, конечно, когда нет времени, и надо еще при этом аккуратно выйти. Да, да, да. То есть именно такой большой группкой, скажем так, это было... Хайп очень непросто. Ну да. Начинаем. Сейчас вылезая. Да, сейчас как раз таки вот будет этот момент, что для команды соперников, которая сидела в этом же здании, будет большим сюрпризом наше появление. Мы знали о них. Соответственно, сейчас вот этот момент наступит. Я вот начинаю перемещаться за здание, осматриваюсь, определяю, в какое здание будем перемещаться в дальнейшем. И тут вот они, идут соперники из другой части здания. Начинаем за стрельбой. К сожалению, у моих сокомандников не было. В данном случае лута, приводов. Они не могли стрелять, они сидели и ждали. Мне приходилось одному. А Фриман там прикрывал нас из здания. Да, решил поработать из здания, пожертвовать из кризисной игровой жизни. Чтобы вы там в троем были, а не могли произвести отход. Вот, можно сказать, уничтожил всю их команду. У нас тут возникла небольшая спорная ситуация. Игрок начал возмущаться, почему я стрельнул два раза. Ему объяснил, что он своим телом прикрывает второго игрока, который всего лишь ранен, а не убит. Ну, как бы мы разобрались, и все в итоге получилось нормально. Да, я сказал, что вставайтесь, я буду задержать дальше. Да, да, мы ждем сокомандников. Мы поняли, в какое здание надо перемещаться. Я начинаю перемещаться туда, но так как я один, по сути, в данном случае с оружием. Да, я тоже не понял этот момент. Мы уже что-то потеряли, забыли. Да, ну, и получилось в данной ситуации, пока мы сражались, здесь уже одна из команд заняла в итоге спасительное здание, которое необходимо было занять. И я еще тут опасался, что с тыла могут обойти. Я убил четверых, а в команде было по пять человек. И одновременно меня начинали уже стрелять с того, со спасительного здания, которое нам и необходимо было занять. Я, получается, как бы оказался между двух огней. Вроде и время идет, что мне нужно переместиться в спасительную зону. И в то же время меня с тыла обстреливают. Я не мог просто так оставить игрока, который с тыла меня стреляет. Вышли здание. Да, но они начали перемещаться немножко в другую сторону. Они не совсем правильно поняли, да, где это спасительное здание находится. Ребята, которые попали в нашу команду PUBG, были там молодые пацаны, которые, по сути, в строкбол даже не играли. Еще одна из первых игр для них была. Спасибо вам подписчику, что ты в моем канале, что меня смотришь со времен PUBG, видел твои комментарии. Да, вот в данном случае меня ранили уже. Ранили? Да, создание, которое необходимо нам в итоге было занять. И вот опять-таки здесь я протупил, что не стал отползать к своим сокомандникам, которые могли бы меня перевязать. Вот этот нюанс в правилах. Я его знал, но я забыл именно из-за вот адреналина. Да, это была первая игра по PUBG. Было сложновато. Убит! В данном случае, да, меня уже убили, хотя я думаю, с учетом, что меня стреляли с дальней дистанции, я мог бы отползти, приползти к своим сокомандникам. Соответственно, меня перевязали и я, возможно, смог бы отдать им привод. Второй раунд закончился для нас. Мы дошли до финала. По сути, мы уступили команде бомбарсов или патов, которые заняли этот город. Я приезжал на меня вон из-за здания, видишь, они уже с автоматом. Тут наша точка старта на полигоне оказалась еще более удачной. Мы нашли очень много лута. Команда меняется с точками старта по часовой стрелке. Да, да, мы забыли об этом сказать вначале. Но там, получается, наша первая точка была совсем неудачная. Там лута поблизости не было в дальнейшем. Нам везло на лут. Мы вот в данном раунде у нас, ну, по-моему, у меня был пистолет, а у большинства остальных игроков были привода или у тебя тоже был пистолет. Но в итоге консервы... Да, да, номер как только объявят, как только объявят, и идем сюда. А у вас что-нибудь есть? Да, я спрашиваю. У нашего игрока в синим у него явно привод, потому что там повязка видна у ребят. У ребят, ну, одного он тоже видна повязка, потому что он может пользоваться привода. Мы сейчас вот ждем здесь с краю полигона, не лезем сразу в бой, чтобы не терять членов команды. Ждем объявления здания, которые будут в сейф-зоне, чтобы в дальнейшем продвигаться к нему, попытаться его занять. Вы пошлите потихоньку. Я тебе из-за здания отказались. Ну, да, участвовать в боевке с таким количеством шаров в магазине сложновато. Мы пойдем за этим, за автоматом. Вот там вот меня в правонаре можно увидеть. Да, да, да. Сейчас вот мы пытаемся найти еще лут на привода, то есть повязки на привода. Толпой не идите, управляйте оружие, не трансредоточьтесь. Да, ну, сейчас вот мы ищем лут. Все-таки желая найти всем повязки на привода, чтобы была возможность всей команды пользоваться приводами. Потому что предыдущий раунд был немножечко сложен для нас, что, по сути, стрелял я один. Да, ну, какой? Ну, в итоге нам найти лут на привода всем не удалось, всем сокомандникам. Ну, по крайней мере, трое из нас имели автоматы. У меня с Фрименом был пистолет. У меня же гляния не меня. У меня пистолет тоже. Ну, я просто, я оставил просто привод. И стал дальше работать с пистолетом и скучки. Потому что я понимал, что мне нет повязки, а маневность не мешает. Наш сокомандник вот ждет. Мы находимся недалеко от старта. Это нашего старта в этом раунде. И ищем тут в ближайшей территории лут. И одновременно ждем объявления сейф-зоны, чтобы понимать, куда нам дальше двигаться по полигону. Потому что просто так по нему бродить, когда там 8 команд, каждый сам за себя. Но, если честно, такая каша. И в центр полигона соваться было очень опасно. Вот, цель-зона объявлена. Да, мы решаем, что все. Вот это здание возле кандарвы. Нет, вот, кстати, вот здесь в начале я правильно, я сначала ошибся. Потом правильно сказал, что здание дальнее. Но потом мы здесь, произошел контакт с командой соперника. И почему-то мы, уничтожив их, решили занять именно это здание. Ну, сейчас будет еще в конце небольшой сюрприз. Да, да, да. Вот, стайдер начинает работать. За домом, осторожно. Я уже отставил Прима, сажая угол. Начинаю работать с ума. Да, я поджимаю его, чтобы Фриман мог спокойно выйти из-за здания. Не даю ему вылезти и открыть огонь. То есть, чтобы... Ранен! А меня... Не знаю, он, не он. Я так и не понял, кто меня ранил. Ранен! Да, вот опять я не пытаюсь переместиться за угол здания, чтобы спастись. И... Убит, убит! Да, меня в этот момент уже убили. А, я спливаю... Он бросает гранаты, я спливаю... Слыться за угол. Да, я опять-таки не пользуюсь возможностью, будучи раненым, отползти к своим. То есть, я просто остался сидеть на одном месте. И в итоге меня, ну, скорее всего, откуда-то с тыла добили. Да, я уже знаю, что соперник там, продолжаю вести штурм. Благо хватило шаров. Ну, да. Опять же, работа с угла. Да, он пытается, он ожидает нападения с другого фланга. Нашка команда пыталась сделать обход. Да, с отрустки, здесь я вот нажимаю. Да. Закадываем, так сказать. Да, ну, а здесь я уже перемещаюсь, будучи убитым, ну, и снимаю этот момент занятия с Данией нашей командой. Да, мы уже явились. Правильное здание, это вот такие вот руины. Да, да, да. Почему, когда я прошел поэт, потому что все ожидали по идее издания. Ну, да, что мы немножечко ошиблись. Да, вот, может быть, увидите, как опять сложно залезать в эти здания. Да, и, между прочим, ошиблись не только мы, потому что команда, которая сейчас будет нас атаковать, она тоже пыталась занять это здание, в котором мы сидели. То есть, небольшая ошибочка по карте, непонятки, что там здание, руины. Игротехи объявили, по сути, спасительным зданием, руины. Ну, как-то игроки, большинство, на это не рассчитывали, все думали, что это будет именно здание. Да, потому что, если бы и одни из немногих руин были, которые... Ну, да, которые были обозначены на карте, как здание. Да, да, достаточно сложно. Входы, двери вроде есть, но там не залит цемент, пол, и получается, через дверь войти вообще никак не возможности нет. Да, через окна как-то, с помощью сокомандников, да. Какая-то возможность... Мы же уверены, что мы держим нужное здание, что именно оно является сейв-зоной. Вот, вот появилась, да, команда, которая пытается также занять здание. И наши товарищи сейчас будут отстреливаться достаточно успешно от них, потому что времени остается все меньше. И они тоже спешат, понимая, что у них нет времени, они погибнут, находясь на улице, они погибнут. Да, у нас, наверное, уже привычное неплохое. Да, у них еще с их стороны, получается, в окно так просто не залезть, потому что нет вот этой отдушины из подвала. И они, там на видео, не знаю, будет это видно или нет, да, они пытались там... А, вон, один человек видно в окне, как один человек залез. И они пытаются всех туда затянуть, сокомандников, но, как в итоге выяснилось, что все это было лишено смысла, потому что это было совсем не то здание. Да, вот сейчас по карте я пытаюсь ориентироваться все-таки, какое оно, не оно здание. И, да, время закончилось, да, а игротехи там как раз кричат, что, ребята, вы занимаете не то здание. Ну, собственно, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем спасибо. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть новые видео. Также подпишитесь на меня в других соцсетях. На этом все. Вот такой был каналчик про страйкбол. Всем спасибо. До свидания. Пока, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok